День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Ну и можно сказать от грузинских застолий с их песнями, плясками, с тостами мы переходим к высокому искусству. Руководитель Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бьёрк в нашей студии появляется. Здравствуйте, Дана. Здравствуйте, Дан. Доброе утро. Да, несмотря на то, что всегда считается лето, это такой, не то чтобы мёртвый сезон, но вот всё утихает, в жизнь как бы замирает театрально, тем не менее, что у вас в театре? Есть же такая древняя театральная поговорка, поправьте, если я ошибаюсь, готовь спектакль летом. Ну. Значит, мы этим летом, так же как в 2019 году, предлагаем нашим зрителям посетить спектакли нашего театра. И этим летом, в июле-августе, мы работаем по выходным, пятница, суббота, иногда и воскресенье. Для своих зрителей предлагаем самые свежие премьеры прошлого сезона. Это спектакль «Момо», концерт Раймонд Пауза в Рижском русском театре. Здравствуйте, королева Виват. Наша бессмертная гранёнка, которая всё никак не может утолить ненасытных зрителей. И другие хорошие названия. Также для детей спектакль «Эболит», который пользуется неимоверным спросом у зрителей, нам приходят добавлять новые спектакли. Поэтому даже летом мы дарим такую возможность семьям прийти в театр и насладиться замечательным спектаклем для детей. Пользуюсь случаем, пускай и через определённое время, но вот прям лично ещё раз, мои искреннейшие благодарности за Виват Королевы. Это роскошнейшая постановка. Ну, большего удовольствия я не получал очень давно. Так что большое-большое-большое спасибо. Очень приятно слышать. Очень спасибо большое. Мы ждём зрителей. Вот «Королева Виват» как раз будет 22-24 числа в июле. И потом уже только осенью. А сейчас мы, как вы правильно заметили, летом мы готовим спектакли, и мы не исключение. И сейчас мы готовимся к постановке, которая два года всё ждала своего часа. Именно спектакль про Виктора Цоя. Этот спектакль режиссирует его друг Роман Смирнов, композитор, режиссёр из Петербурга. Мы получили эксклюзивные права у группы кино на исполнение песен Цоя. А это нужно всё обговаривать? Ой, слово, это очень-очень-очень серьёзно. Получить права на исполнение актуальных песен, это не так-то легко. Группа кино нам доверилась, доверилась. В первую очередь потому, что режиссёром является именно также их друг и соратник Цоя. Они много что вместе пережили в своё время. Поэтому нам дали такой аванс доверия наперёд. И этот спектакль мы осуществим вместе в сотрудничестве с Ханзо Спайронс. Спектакль будет происходить именно у них на площадке. Мы подобрали такое место, которое больше подходит самому Виктору Цоя. Более концертное, такое роковое. Концертное, индустриальное, более свободное помещение с точки зрения поведения, восприятия. Цоевская такая атмосфера. И стоячие места предполагают? Нет, но мест будет 500, так же как в нашем большом зале. Так что это будет большая форма. Очень хороший состав актёрский, наш поющий. Может быть даже будет одна приглашённая актриса, о которой я пока что не могу говорить. И дальше нас ждёт подарок для маленьких зрителей. Та же режиссёр, которая сделала Эболита, будет делать «Три поросёнка и волк» на камерной сцене. Будем продолжать нашу... Кто будет волка играть? Там целая борьба за волка, не поверите. Почему же? Один из претендентов, актёр из Белоруссии, наш молодой артист Иван Стрельцов, очень хочет играть в этой постановке. Хотя он занят во многих других параллельных спектаклях, но очень рвётся так же и в эту постановку. Будем смотреть. А Цоя? Цоя кто? Это не будет спектакль, где участвует образ Цоя. В этом спектакле он строится таким образом, что там 12 исполнителей, и через песни Цоя будет рассказ о нём, приближённое восприятие его. Потому что, со слов режиссёра, очень часто Цой отображается как стереотип неправильно. То есть, как рассказал мне режиссёр, сам Виктор Цой в жизни был совсем другим человеком. Он был скромный, он был нелюдим, по словам Романа Смирнова, он не был очень общителен, он был наблюдателем со стороны. Но когда он входил на сцену, он как бы высказывал всё, что он хотел, преображался полностью. И поэтому этот сценический образ Цои, он идёт как такая красная нить восприятия каждого человека, что он был такой в жизни отнюдь. И в этом спектакле будет эксклюзивная возможность заглянуть за кулисы, потому что в этом спектакле будет предоставлено видео из личного архива режиссёра, с домашних посиделок вместе с Виктором Цоем и разные другие интересные видео, которые недоступны в публичном пространстве, а доступны только у приближённого круга к самому, к самой личности Цоя. — И когда ожидается премьера? — В октябре 27-го. — А, ну то есть после гастролей, потому что наконец-то в сентябре, очень надеюсь, что кино до нас доедет, тоже после двух лет постоянного переноса концерта. — Мы тоже очень надеемся. — То есть это так совпадёт, да, прямо для фанатов. — Было бы красивее, если бы совпало, конечно, прям такие советские дни в Риге. Ну ничего, каждый месяц сентябрь, октябрь тоже ждём. — Мы очень надеемся встречи с ними, пообщаться, как-то воодушевиться их рассказами о их коллеге и друге. Надеюсь, всё получится. Их увидим мы и сами сможем рассказать свою историю. — Может, показать им, да. — Ну, посмотрим, как карта ляжет. Ждём 10 сентября, скажем так. В октябре, значит, у нас ЦОИ, в ноябре у нас детский спектакль, и 27 ноября у нас также будет «Собачье сердце по Булгакову», режиссёр Дмитрий Петренко на большой сцене. И также надо упомянуть вот инициативу нашего молодого артиста, он делает свой спектакль о Вертинском на камерной сцене. — А какой артист? — Иван Стрельцов уже упомянутый, который проявляет свою активность. — Активный, активный. — Молодец, парень, молодец. Так держать. Ну вот, а потом уже зимой другие проекты нас ждут. У нас будет «Шекспир», «Гамлет», «Вестерскайр» будет делать «Шекспира», и весной у нас будет «Парайнесу, Индулыс и Ария». Такой масштабный, музыкальный, большой спектакль. «Интерстрэшетинс» будет делать. Уже сейчас идёт подготовка к этому проекту. И Сергей Анатольевич Голомазов порадует нас в начале 2023 года драматическим спектаклем. Название пока что ещё не оглашается, потому что он не определился. Такие планы. Самое главное, чтобы злосчастная прогнозируемая третья волна ковида не остановила ни наши планы, ни планы других организаций, не только в культурной зоне, да вообще в принципе, чтобы жизнь не парализовалась, поэтому мы надеемся. Поэтому я понимаю, что и летом так все артисты рвутся в бой, надеясь, хоть здесь пока ещё есть возможность. Ну, с большой надеждой. Мы в сентябре ещё, мы уже продаём сейчас репертуар на сентябрь-октябрь, играем сейчас в июле, в августе. И в октябре мы уже приняли решение всё-таки продавать ползал. Не дай бог, если опять начнутся ограничения, чтобы не пришлось опять заниматься неблагодарным делом, как переносить спектакли или отдавать людям билеты, или опять заставлять зрителей ждать, чтобы как-то немножко перестраховаться и уже ближе к октябрю понять, какие будут обстоятельства. Ну, это мудро, если что, дополнительные билеты всегда можно в продажу выпустить. Более того, и обрадовав поклонников театра. Ну, мы с вами вот как-то проскочили. Вот «Собачье сердце», например, вот просто тоже как бы в проброс прозвучало. Не страшно ли вообще после фильма «Бортко» подступаться, ну, то есть когда уже хрестоматийные образы профессора Преображенского и Шарикова, они просто, ну, вот уже сидят в голове, вот что-то заново предлагать, новую версию? На мой взгляд, классика «Бессмертная» именно потому, что она каждый раз рождается по-новому с точки зрения их создателей. Конечно же, есть шедевры, такие как «Собачье сердце» в советском кино, но я верю в то, что Дмитрий Петренко, он талантливый молодой режиссер, который думает, интересно, актерский состав очень хороший, и, скорее всего, профессора будет играть никто иной, как Дмитрий Палиес. А Дмитрий Палиес является сыном очень известного в России актера, который был хорошим другом того самого профессора Преображенского. и он очень много знает о том, как создавался тот фильм. Он очень эрудированный человек, актер не только талантливый, интеллигентный, но еще актер, который именно с тех времен, именно о том кино, о котором вы упоминаете, «Собачье сердце», знает очень много, и знает очень много с точки зрения закулисной работы. Поэтому я думаю, что именно такой личный опыт соприкосновения с тем давним, которое сегодня стало шедевром, даст самому Дмитрию Санычу такое как воодушевление что-то создать вновь с той памятью былого. Ну, как-то так я сложно вам объяснила, но чисто по-актерски думая, это будет особенная работа над этой ролью, потому что это особая ответственность и особая память для конкретного человека. В любом случае, я верю, что спектакль будет хороший, потому что материал замечательный, и интересно посмотреть в новом ключе, и бояться этого не нужно, потому что если бы мы боялись... — Собака будет на сцене? — Это надо было спрашивать у Дмитрия. Он меня еще не посвящал своей тонкости, разбора материала. — Спросим обязательно. — Да, прямо... — Частый, ну, частый. Периодический гость Дмитрий Петренко в нашем эфире. — Ну, ты спросите его, пусть развернутый анализ. — Дмитрий, готовимся, готовимся к эфиру на Болткоме, будем признаваться во всех этих вот собачьих планах. — Ну, я понимаю, что это будет готовиться как один из таких, ну, хитов, я понимаю. — Собачье сердце? — Собачье сердце. — Знаете, к чему я... что я поняла за сколько лет службы в театре, что все-таки не стоит никогда при создании чего-то думать, что это будет шедевр. Лучше просто честно выполнять свою работу, максимально честно, с полной отдачей. И как будет, так будет. Потому что когда люди работают, думают, вот мы сделаем шедевр, вот это будет постановка века, вот это... — Ну, это же неизбежно, хочется же создать шедевр, иначе к чему, зачем к этому вообще приступать. — По моему опыту, когда ты ставишь такую цель, и сам уже поверил в эту цель, что вот так будет, и в итоге этого не случилось, ну, случился просто хороший спектакль. Или случился спектакль. А этого шедевра не возникло, то всегда есть это чувство какого-то такого краха. — Ну, нереализованности. — Да, но я не о цели, я о мечте, скорее. — Нет, ну... — И к слову сказать, прости, ставя спектакль, наверняка же есть какой-то компромисс между желанием высказаться и какими-то тенденциями современными. Ну, тот же самый иммерсивный, например, театр, который сейчас повсеместно распространяется. То есть нужно идти, что называется, вот, извините за штамп, в ногу со временем. Не всегда это совпадает с какими-то внутренними амбициями или вибрациями режиссера или актера. Как решаются вот эти компромиссные такие моменты? — Ну, разве... Я бы не назвала это компромиссами, я бы назвала это данностью сегодняшнего дня. Ну, мы не можем просто ставить постановки, которые уже не актуальны. Не актуальны с точки зрения языка... — Данность и бьеркость, я бы сказал, с сегодняшнего дня. — Не актуальны с точки зрения языка, на котором ты общаешься со зрителем, потому что на постановку не пойдут, что не понимают языка, на котором ты общаешься, языка жеста, языка стиля, если это не актуально. Поэтому наша задача всегда думать о том, в принципе, каждый режиссер, особенно современный режиссер, и особенно режиссер, который молод, никогда не позволит себе думать, как бы сказать, несовременно. Я уже не нахожу в нашей практике таких режиссеров, которые ставят перед собой задачу делать такие постановки, чтобы реализовать только свои амбиции, какие-то свои задумки сложные. Всегда режиссер будет думать о том, как осовременить тот язык, эту подачу. Поэтому, если вы понимаете, о чем я говорю, отвечаю на ваш вопрос. Наши зрители получили удовольствие. Конечно, допустим, Индерс Решетенс, если брать его в пример. Сейчас мы разбираем Миндул Сиари, буквально вчера была встреча. Он хочет пригласить хор, который будет на сцене исполнять латышские народные песни. Но в то же самое время он планирует, чтобы на сцене были и современные танцы хип-хопа. И этим самым свою идею он пытается, не потеряв какие-то этнические моменты материала, которые важны для этого материала, когда ты ставишь на сцене, чтобы совсем не потерять суть, но обогащать, освежать и делать доступным для современного молодого зрителя теми языками, которые сделают его интересным для этого зрителя. Понимаете? Да. А у меня была прямо вот эта ассоциация с тем, что есть такое проклятие, когда режиссер хочет снять фильм, который получит Оскар, вот он его снимает, вот держа в голове, что он снимает фильм для Академии, для Оскар. Он снимает его для киноакадемии, а не для зрителя. А надо для зрителя. А в результате получается, в общем, всегда что-то такое искусственное. Я об этом же вам говорю, отвечая на предыдущий вопрос, что не нужно зацикливаться, сделать шедевр. В моей личной практике я от себя говорю, допустим, спектакль «Граненка», который идет уже 12-й год. Мы с ребятами его делали без цели, что это будет какой-то там спектакль, который не будет сходить со сцены. Пришел Элмар Синьков, только что закончил Академию. Я только что закончила Академию. Мы собрали ребят, и мы этот спектакль делали подпольно, так, по вечерам, по ночам. Потом показали директору, сказали, а посмотрите, что у вас получилось, может быть, ну, включите как-то так в репертуар. Ну, понравилось, включили. У нас не было, ну, как бы таких задумок, что мы сейчас перевернем театральный мир. В итоге спектакль получился таким, что зритель его полюбил. Дальше спектакль «Метод Грюнхлема» идет 11 лет. Он создавался так же. У Сергея Анатольевича Коломазова не было идеи, что сейчас будем переворачивать. И мы, команда, работали над спектаклем тоже. Мы даже думали, пойдет, не пойдет, все-таки тема такая про бизнес, мир. Ну, немного, скажем так, более простой зритель поймет, не поймет эти проблемы, о которых мы говорим. У нас даже были такие, как, ну, немножко, столько бы пошел, скажем так. Но мы свою работу делали максимально по актерски, режиссерски, с отдачей, с интересом. И в моей практике актерской именно такие спектакли, когда ты не думаешь о том, вот как ты выглядишь со стороны, и как будут тебя воспринимать, и это будет шедевр, а когда ты делаешь максимально просто хорошо свою работу, максимально честно и отдаешься, в моей практике именно эти проекты и эти спектакли всегда выстреливают. — Хорошо тогда, что вы скажете про «Почти счастье». Ну, потому что это самые яркие мои моменты, это метод Грёхльма, «Почти счастье» и «Виват королевы». — «Почти счастье» тоже создавался как рядовой спектакль. То есть не было у режиссера, он не пришел, не сказал, мы сейчас сделаем шедевр. — А получился «Почти шедевр»? — Нету. — Он остается? — Да-да, мы его играем, сейчас летом тоже играем, осенью. А вот именно в моей практике, когда приходит режиссер и говорит, я не буду называть название, ну мы сейчас сделаем шедевр, об этом спектакле будет говорить вся Латвия. И так уже настраивает, и сам в это верит. А в итоге получается, ну как-то, ну такой среднячок. И вот именно поэтому чисто для себя я давно поняла, что не будем себя настраивать, как бы провозглашать героями заранее, давайте просто хорошо работать. А в итоге, если будет хорошо, будем радоваться. — Скромные работники сцены. — Большой и малый. — Слуги и мельпомены. В прямом смысле, да. — Насколько разница между большим залом и малым залом, насколько, я имею в виду, что нет ли какого-то, что это спектакль большой для большой аудитории, а это что-то узкое, специфическое. В чем разница между большой и малой сценой? Именно по восприятию, когда зритель приходит на большую сцену, все-таки это большой объем, иногда ты сидишь на пятнадцатом или на двенадцатом ряду, и все-таки ты актера воспринимаешь как некую фигуру в общей картине, и ты как бы воспринимаешь общую атмосферу, сюжет. В малом зале, особенно в нашем случае, у нас только пятьдесят мест, не пятьсот, а пятьдесят. И этот диалог, который возникает между актером и зрителем, он очень интимный. То есть там человек видит человека, всем маленькие детали, глаза, маленький жест. И малые камерные сцены, они уникальны именно тем, что на малых площадках зритель получает максимально возможный объем энергии, обмен энергии и восприятие эмоционально. И на малых камерных сценах актерам работать сложнее зачастую, чем на больших сценах, потому что на малой сцене ты буквально обнажен, ты не можешь спрятаться ни за что. Тебе необходимо быть максимально честным в том, что ты делаешь, потому что обмануть там себя или кого-то у тебя не получится. И формат малых сцен у нас идет очень хорошо, людям нравится, нравится атмосфера, нравится постановки, которые создаются. И мы для себя открыли, что почему же буквально через полгода мы создаем второй детский спектакль на камерной сцене. Потому что мы поняли, что для детей именно формат малой сцены более удобен, чем большая сцена. Потому что когда дети приходят на большую сцену классами, с мамами, с папами, начинается возня, конфетки, бумажки, подкалывают друг друга, особенно если школьники приходят. Такая, как мышиная возня часто возникает в зале. И воспринимать детский спектакль зачастую очень сложно, сложнее. А когда на малой сцене приходят детки с родителями, их меньше, то именно внимание на саму сцену, оно более концентрированное. И тогда то, что зритель получает от сцены, это более яркие эффекты. Поэтому мы у нас и такое направление придумали, что мы каждый год будем создавать на камерной сцене детские спектакли. И у нас будет такая целая отдельная линия детских постановок. И наш зритель может всегда быть уверен, что для детей каждый месяц сможет найти постановку и выбрать лучшую для себя. По вашему опыту, по наблюдениям, стало ли сложнее работать именно с детской публикой, учитывая 21 век, кругом гаджеты, внимание совершенно на другом? Воспринимается ли спектакль, воспринимается ли сцена, тем более камерно, когда всё внимание должно быть на актёра, на происходящее, там и не в телефоне? Именно камерная сцена мешает вытаскивать мобильные телефоны, потому что ты сам как зритель, там как на ладони, тебе тоже не спрятаться. И всё зависит от постановки. Я хочу рассказать о своём опыте. Мы приглашали из Даугавпилса в сотрудничестве с Даугавпилской думой, они организовали автобус, и мы привезли сюда целый автобус украинских беженцев, детей. Это те дети и подростки по 16 лет тоже, которых родители, грубо говоря, запихали в автобус, сами не смогли сесть в этот автобус, и они уехали в Ригу. Ребята, и с ними вместе только 7 взрослых, по-моему, было. И в зале сели детки от 4 до 17 лет вместе с семьёй взрослыми, и я наблюдала, что происходит. Конечно, глаза у всех грустные, у деток поменьше вроде, которые ещё не понимают, что происходит не так, но у подростков там, конечно же, мне было очень сложно смотреть на подростков. Они всё время в телефонах, но в телефонах не с точки зрения развлекательных моментов, а с точки зрения они всё время анонсируют, что происходит у них на Украине. То есть они постоянно крутят этот телефон, всё время палец работает, они только вот эти новости прокручивают. И они сели на последний ряд, я села вместе с ними рядом и наблюдала за ними. Начался спектакль «Айболит». Детки хохочут, маленькие всё происходит, они всё это скриншотят, смотрят телефон. И тут минут через 15 поднимают глаза на действие, опять опускают вниз, опять поднимают глаза на действие, опускают вниз. Ну, пошло переключение, да? Да, пришло. Потом убрали телефон, но ещё не отключили, но минут 5 посмотрели. Потом улыбнулись. И был такой момент, когда они где-то на минут 20 убрали телефоны и даже начали воспринимать и смеяться тому, что происходит. И для меня это была своего рода такая, как творческая победа, что в таких ужасных, ужасающих обстоятельствах, в которых находится подросток, понимая весь ужас ситуации, что даже в этих обстоятельствах спектакль, творчество смогли хоть на 20 минут его отвлечь от этого ужаса. Что он смог переключиться и увидеть. Для меня это был показатель, что спектакль действительно очень хороший, потому что очень мощный был. И так со слезами на глазах, конечно, я, ну, очень сложно наблюдать, но я почувствовала, что мы работаем не зря. Если хотя бы на 20 минут немножко отключить мозг, то это уже была такая некая победа. Нам показывают, что время завершилось. Спасибо огромное, Дана Бьерк, руководитель Рижского русского театра имени Михаила Чехова, была сегодня в нашей студии. Спасибо всем. До встречи.